Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Продолжаем следить за событиями, которые развиваются на финансовых рынках, разумеется, реагировать на то, что является самым интересным в плане фундамента. Также, собственно, отслеживаем наши долгосрочные инвестиционные позиции по ключевым валютным парам, среди которых, как всегда, доллар и японская иена, евро-доллар, доллар-канадец, австралиец, новозеландец. Еще, когда есть возможность, поглядываем мы и на американский фондовый рынок, хотя сейчас настроение отношения рисковых активов именно фондовых секций, они, на мой взгляд, не совсем оправданно оптимистичны. Сегодня, кстати, мы поговорим, я сделаю рекомендацию, дам вам идею, почему, собственно, и европейский, и американский фондовый рынок сейчас лучше подпродать. Хотя, если забежать вперед, и если бы у меня была возможность запросить обратную связь, я уверен, что те из вас, кто отслеживает фундамент вместе со мной, без того знают то, что эти инструменты нужно продавать, потому что центральной темой для всех рынков остается усиление торговой напряженности в отношениях между Соединенными Штатами Америки и, собственно, Китаем. Сегодня довольно существенная, важная дата, 6 июля, когда вступили в силу меры санкционного, скажем, обошенного характера в адрес китайских товаров общей стоимостью 34 миллиарда долларов. Соответственно, мы помним, что Китай сразу же давал сигналы и обозначил свою позицию, отвечает сопоставимым по масштабам действиями. Поэтому, поскольку Соединенные Штаты Америки все же не отказались от такой протекционистской агрессии, то мы сейчас можем прям положить обе руки на то, что следующее действие будет тут же и со стороны Китая. Я отмечал в ходе вчерашнего брифинга, друзья, то, что ответные меры, скорее всего, вступят в силу уже в предстоящий понедельник. Но вопрос на засыпку, разве это не усиление торгового противостояния, которая, конечно же, должна сейчас мотивировать нас держаться подальше от спроса на рисковые инструменты. Ну и в целом такой новостной фон должен мотивировать, напротив, на распродажу рисковых активов. Вот поэтому, друзья, помимо тех новостных факторов, о которых мы с вами говорим отдельно по экономикам, сейчас есть еще и глобальный, скажем, фон, который провоцирует падение аппетита в отношении рисковых инструментов. И я надеюсь, что вы понимаете, с чем это связано. Сегодня очень важный день, не только потому, что вступили в силу новые пошлины против Китая, уже создало такую нервозную обстановку на финансовых рынках, все мы ждем ответа со стороны Китая. Сегодня важный день, потому что у нас на повестке экономического календаря в 15.30 по московскому времени два очень важных отчета. В одно и то же время они выйдут, это данные по американскому рынку труда. Всем известная статистика Non-Farm Perils, традиционная для первой пятницы каждого месяца. Блок данных, почему? Потому что выходят отчеты по уровню безработицы, по количеству новых рабочих мест вне сейскохозяйственного сектора и по динамике роста заработных плат. Все эти релизы публикуются в одно и то же время в 15.30 по московскому времени. Второй отчет, на который мы обязательно должны обратить внимание, это на то, что произойдет уже по факту тех оциклов, которые мы увидим, либо произошло, лучше сказать, с канадским рынком труда. В 15.30 тоже выйдут эти данные, поэтому вы понимаете, насколько будет серьезная волатильность по паре доллар-канадец. Ведь это дуэт активов, за которыми и стоят эти события. Я советую быть крайне внимательным сегодня к торговле, по крайней мере, этими инструментами. Ну и разумеется, друзья, мы сейчас вернемся чуть позже к перспективам этой валютной пары. Я по-прежнему, забегая вперед, хочу напомнить, что мы придерживаемся пока короткой позиции. Мы все же больше сейчас ставим на логичную отдачу на канадца. Высоких цен на нефть, которые таковыми и остаются. Ну и пока что, как косочно, мы вместе с определенной группой трейдеров поверили в возможность, либо, скажем так, присутствующую вероятность изменения денежно-кредитной политики в Канаде. Хотя это только краткосрочно. Я не меняю свои позиции касательно того, что эта пара будет долгосрочно расти. Ну вот после того, как мы сделали очень хороший профит, вы помните, по этому валютному дуэту активов, мы же попробовали еще сыграть на откате. Может быть, даже здесь мотивация больше техническая. То, что после сопротивления 1.33, учитывая, как лихо мы двигались к этому уровню, ну, неизбежен был откат. Возможно, даже не нужно сейчас искать каких-то фундаментальных посылов, чтобы оправдать вот эту коррекцию. Может быть, она просто является лишней отъемлемой частью любого трендового движения, когда борьба покупателей и продавцов, конечно же, приводит к, собственно, либо развитию восходящей динамики, либо нисходящей. Сейчас мы работаем с коррекцией, но ни в коем случае не с разворотом. Тренд остается растущий, потому что этот тренд основан на жесткой монетарной политике Федрезерва. И эта идея, этот долгосрочный подход основан также на слабости канадской экономики из-за того, что очень плохо сейчас передвигаются переговоры между США и Канадой по Североамериканскому торговому альянсу, соглашению НАФТО. Ну, пока что мы этой темы касаться не будем. Сделаем это обязательно, когда будут дополнительные новости, именно со ссылкой на обсуждение этого соглашения. Пока что на рынке их нет, и, судя по всему, трейдеров это сейчас не очень интересует, потому что все следят за тем, как бьются через посредством торговых барьеров между собой США и Китай. Эта тема пока что занимает больше внимания. Что касается еще данных, на которые можно будет посмотреть сегодня, это Baker Hughes количество нефтяных терминалов. Этот отчет будет публикован в 20.00 по московскому времени, то есть фактически замыкать неделю мы будем этой цифрой. Не знаю, важен ли он сейчас для рынка нефти, может быть, даже и не очень, потому что рынок нефти сейчас переполнен, опять же, катализаторами для движения, и мы периодически, скажем, достаем из вот этой емкости, пола этих идей, те аргументы, которыми руководствуемся. Новые нам, по сути, и не нужны. Мы знаем, что произойдет с нефтью дальше, и можем это неплохо аргументировать. В частности, давайте перейдем к нефтянке, 77.61, это закрытие прошлого торгового дня, 77.23, то есть еще ниже мы видим черное золото сейчас. Все-таки, думаю, нет смысла сейчас касаться тех факторов и причин, по которым котировки нефти очень хорошо чувствовали себя в конце прошлой недели, и периодически выбивались в плюс, даже претендовали на тестинг сопротивления 78.50 в рамках этой недели. Положительный фактор уже не имеет значения, хотя бы потому, что рынок развивает нисходящую динамику. А здесь причин довольно-таки много. Это твит Трампа, фактически призыв и критика, с которой он наброшился на ближневосточный нефтяной картель, обвинив их в монополизме и в искусственном манипулировании, собственно, ценами на нефть. Конечно же, эти обвинения, на мой взгляд, не беспочвенны. Но не будем сейчас разбираться в том, является ли картель все же главным манипулятором на рынке черного золота, потому что если уж говорить как есть и называть вещи своими именами, можно очень много грехов найти, собственно, и в самих штатах, учитывая, что происходит сейчас с объемными добычами и так далее, именно непосредственно у них по осланцевому производству. Но то, что Трамп призвал, опять же, страны ОПЕК все же увеличить объемы нефтедобычи, это, на мой взгляд, то, что должно нами анализироваться, собственно, мы должны иметь это в виду. Ну, кстати, вот вчера мне довелось комментировать, опять же, этот твит в средствах массовой информации, в частности, с оппонентом, когда мы обсуждали эту тему, пришли все-таки к общему мнению, что Трамп может быть в большей степени сейчас обеспокоен тем чрезмерным ростом стоимости на топливо, который наблюдается на американском рынке. И, конечно же, рост цен на топливо довольно чувствительная болезненная тема для домохозяйств, не только американских. Это довольно актуальная тема сейчас и, собственно, и для России, и вы. Я думаю, что те, кто знаком с российским новостным фоном по этой теме, может быть, даже среди вас есть автолодельцы, понимаете, и вынуждены, собственно, вот этот весь негатив практически перенимать на себя, потому что, конечно же, рост цен на бензин бьет, прежде всего, по нашим кошелькам. И довольно страшно смотреть за постоянной растущей тенденцией этой стоимости, когда вообще нет четкого представления, где же потолок у этих цен. Собственно, такие же страхи есть у американских домохозяйств, и недовольство тем, что происходит на рынке, внутреннем рынке топлива, фактически может привести к недовольству позиций и политикой Трампа. Грядут промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки, и сейчас, безусловно, нужно делать все возможное, чтобы не давать населению каких-либо причин беспокоиться, либо, скажем, опасаться за какой-то политический курс, и уж тем более не давать возможности выражать недовольство главной политической силой, в данном случае Дональдом Трампом. Поэтому его твит более чем, на мой взгляд, оправдан. Ну, не знаю, насколько он действительно повлияет на позицию ОПЕК, хотя, собственно, со ссылкой на короля Саввудской Аравии у нас уже есть даже подтверждение, что производство нефти будет увеличиваться, в частности, на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, это уж точно. Россия уже подняла добычу на 100 тысяч штат, и вчера, собственно, отчет по запасам нефти. Запасы довольно удивительно было увидеть сейчас цифру в контрасте с тем релизом, которым мы разбирались с вами на прошлой неделе, когда запасы снизились на почти 10 миллионов, на прошлой неделе, получается, они выросли на 1,2 миллиона. Показатель совокупной общей нефтедобычи в Штатах снова поднялся, и мы уже говорим фактически показатели в 11 миллионов баррелей в сутки. То есть, резюмируя весь этот фонд, друзья, у нас есть решение, итоги встречи, заседания ОПЕК, в соответствии с которым производство нефти будет повышаться. Нефти будут добывать больше, больше будут выбрасывать на рынок. Это характерно для стран ОПЕК+, это характерно для ряда регионов, которые не являются участниками этого соглашения, но тоже не теряют обороты по активизации и росту внутренней добычи. Это Соединенные Штаты Америки. Мы переживаем с вами, со всеми трейдерами, за будущее мирового экономического роста из-за того, что сейчас наблюдается в плане торгового конфликта. Поэтому, складывая вот эти две составляющие, я думаю, вы сами можете сделать вывод о том, что нефти больше, спрос меньше. Как это скажется на долгосрочных идеях по нефти, я думаю, что должно все-таки привести к ослаблению стоимости этого актива. Мы с вами говорили об этом вчера, говорили об этом в начале этой недели, говорили об этом, скажем, и месяц назад. Мы ждем, собственно, снижения котировок ниже 75 долларов за баррель. Я не торгую сейчас через отработку, возможность, попытку урвать несколько долларов, в плане роста, потому что понимаю, что этот рост, он неправильный сейчас по рынку нефти, он больше спекулятивный. В таком случайном, скажем, всплеске интереса я участвовать не привык. Я всегда руководствуюсь долгосрочными идеями, в данном случае советую вам делать так же. Рубль 63.11, тоже в целом картина не меняется. Доллар японская, иена 110.70, как замороженные, собственно, американец против иены на отметке непосредственной близости от сопротивления 111. Новостной фон располагает к покупкам доллара. Да, это так. Потому что очень много у нас важных отчетов было на этой неделе. Фактически это основная статистика, которая повлияет на будущие показатели экономического роста, на инфляцию и так далее. И, в конце концов, на решение Федрезерва по процентным ставкам. Вчера у нас был отчет ЭДП, 177 тысяч, с прошлого 189 тысяч. Это ни в коем случае не негатив, друзья, потому что, если вы посмотрите, с чем мы сравниваем этот показатель, то есть с цифрой 189, она была пересмотрена по сравнению с тем, что мы наблюдали, скажем, в момент прошлого релиза. Пересмотрена, правда, с улучшением. Тренд позитивный сохраняется. У нас подтверждает это довольно хороший показатель по заявкам на пособие по безработице, то есть довольно низкий. Он остается в таковом течение уже очень многого времени, долгого периода времени. Напоминаю, чтобы просто у вас была в голове вот эта картина масштаба. У нас хорошая статистика, показатель на минимальных уровнях, по заявкам на уровнях, которые мы не наблюдали с 1969 года. Индекс активности АСМ в производственном секторе, очередной рост с 58,6 до, можно сказать, почти 60, даже если бы показатель был на отметке 50,1, это было бы супер, потому что как раз выше 50, это уже сигнал и доказательство того, что сектор восстанавливается. Но у нас почти 60 вопросов к американской экономике, все меньше. Протоколы, был сделан акцент на риски, которые увеличились из-за торгового конфликта, но и тут же, собственно, стало ясно то, что представители американского регулятора, голосующие члены, не собираются менять свои позиции по поводу дальнейшего повышения процентных ставок, дальнейших, скажем, действий по ужесточению монетарной политики. То есть этот внешний шум, даже несмотря на то, что главным фигурантом этого шума являются сами Соединенные Штаты Америки, никак не влияет на то прекрасное состояние американской экономики, в которой она сейчас находится. Поэтому мы остаемся приверженными благодаря вчерашним протоколам и благодаря статистике, которую разбирали, потому что Федрезерв дважды повысит ставку до конца этого года, в сентябре, собственно, и в декабре. То, что доллар сейчас не торгуется выше 111, выше 112, причина только одна. Рынок боится сейчас покупать доллар, потому что больше интерес есть к тому же самому оппоненту доллара в японской валюте. Потому что если Китай ответит, а Китай ответит, то Штаты, скорее всего, воспримут им это на личный счет, им это не понравится. Мы, возможно, уже на следующей неделе услышим, а может быть даже и сегодня, к закрытию торговой сессии, через очередной твит Трампа о том, что, как помните, с Европейским Союзом было, ответные меры это не лучшая тактика, поэтому будьте добры, получайте еще один пакет новых импортных тарифов, которые с определенной датой будут распространяться теперь на вас. Вполне возможно, мы не знаем, идут ли сейчас переговоры, потому что не было заявлено каких-либо делегаций, отправленных туда, собственно, Китая в США, либо США в Китае. Поэтому, скорее всего, будут забрасывать рынок мерами, контрмерами, ну и мы, собственно, вынуждены сейчас оставаться меж двух огней. И в такой момент, друзья, я лишь призываю вас к тому, чтобы не терять веру в доллара, но просто смириться с тем, что доллар при таком новостном фоне не сможет вырасти так, как бы нам хотелось. Но нужно ждать. И как только вот эти торговые противоречия, их удастся погасить, это тоже, на мой взгляд, неизбежно, тогда мы вернемся уже к привычной всем любимой статистике и тем факторам, которые способствуют росту курса доллара. Евро против американца чуть ниже 1.17. Я думаю, что здесь в качестве причины интересов европейской валюты, стоит отметить, довольно неплохой, неожиданный, кстати, для меня отчет по производственным заказам. 4,4 в годовом выражении с минусом на 0,1%, в нищенном также прирост. И удалось этому, скажем, сектору промышленности, сектору европейской экономики сломать тренды из четырех месяцев снижения подряд. Давно мы не видели хорошей статистики по еврозоне, и вот как только она пришла, тут же мы, собственно, нашли отклик в реакции евро. Но, может быть, в большей степени все-таки интерес к евро обусловлен сейчас вроде бы как найденными точками соприкосновения, которые позволят, в конце концов, прийти к общему знаменателю между США и Европейским Союзом по вопросу импортных пошлей на автомобиле. Это довольно болезненная тема, потому что все мы прекрасно понимаем, к каким последствиям она может привести. Ну, почему найден вот этот потенциальный, скажем, момент договоренности, так и потому что США готовы все-таки отказаться от инициативы ввести импортные пошлины на европейские автомобили в том случае, если Европейский Союз снизит пошлины на автомобили, поставляемые с территории США. Чтобы вы понимали, есть действительно, что сейчас обсуждать, есть о чем говорить, потому что на текущий момент те автомобили, которые поставляются из Европы в США, облагаются пошлины по 2%, в то время как американские автомобили, идущие на европейский рынок, облагаются пошлины в 10%, то есть в 5 раз больше. И, конечно же, обращая внимание на эти цифры, ну, понятно возмущение Трампа и о США. Конечно же, руководствуясь справедливой практикой международных отношений, нужно сбалансировать этот показатель. Я думаю, что Европейский Союз пойдет навстречу, эти импортные пошлины будут нивелированы, то есть уравновешены, и, с одной стороны, с инку идет один риск, который мы использовали как доказательство усиления торговой конфронтации в отношениях США и Европейского Союза. Но, однако, автомобили – это не единственный камень преткновения. Не забывайте про обычные товары, может быть, менее значимые, но по совокупности тоже там внушительные цифры. Все-таки торговое противостояние продолжается, и пока еще рано говорить ГОП, скажем так. А значит, уж точно не нужно сейчас, как и раньше, покупать европейскую валюту, даже исходя из вот той неопределенности, которая сейчас на рынке присутствует. Пара фунт-доллар 1.32.74 – это хай вчерашнего дня. Я абсолютно уверен, друзья, в том, что фунт будет дальше карабкаться вверх. У нас вчера были комментарии к камне, в соответствии с которыми инфляция будет расти, а значит, банку Англии придется повышать процентные ставки. Это то, что подтвердил сам Канн. Поэтому сейчас мы ждем еще большего ралли по фунту. Мы понимаем, что есть причины, из-за которых он должен расти. Мы ждем с вами прогресса еще по Brexit. Напоминаю, что в понедельник какие-то подробности у нас должны быть по текущему этапу переговоров. Надеюсь, что эти подробности поддержат настроение трейдеров. Ну и, конечно же, мы с вами ориентируемся на повышение августовской, повышение процентной ставки. Оттолкнулись мы одна. Самое главное сейчас не вернуться в район 1.30. Пока что цели закрепиться выше отметки 1.35, они сохраняют свою актуальность. Американский фондовый рынок и европейский. Я предлагаю здесь особо не останавливаться. В целом, по европейскому рынку вчерашний позитив был связан, опять же, с тем, что вроде бы как смягчилась риторика штатов относительно Евросоюза по вопросу автомобильных пошлин. Но я уже отметил, что автомобили как товары – это не единственный, скажем, компонент торговых отношений. И вслед за тем, когда удастся перелистнуть, скажем, вот эту историю сначала конфронтации, а потом достигнутого прогресса, все равно придется вернуться к уже принятым решениям как США, так и Европейского Союза по установлению импортных тарифов на объемы товаров. Но вот, собственно, Европейского Союза против США на 3 с небольшим миллиарда долларов США против Европейского Союза, если взять в расчет алюминий и сталь, там показатели, конечно же, гораздо выше. Я не вижу сейчас причины, друзья, по которым европейский фондовый рынок можно покупать, потому что фонд, который я сейчас охарактеризовал, он как минимум создает вот эту напряженность в этом активе и в любой момент может стать причиной снижения того же самого ГЕРА-30 в районе 12 тысяч пунктов. По американскому фондовому рынку то же самое, только здесь действующий персонаж основной уже Китай и те решения, которые с некоторых пор уже начали активно применяться. В частности, Китай вчера, мы говорили, запретил продажу микросхем в одной из крупнейших американских корпораций на внутреннем рынке. Это привело к снижению технологического сектора и в целом технический сектор остается сейчас локальным драйвером для американского фондового рынка. Соответственно, сегодня, как я уже отметил, вступают в силу тарифы на товар общей стоимостью 34 миллиарда долларов. Мы ждем ответных мер со стороны Китая и эти ответные меры, конечно же, как и было обещано Китаем, коснутся прежде всего американских компаний, которые действуют на их рынке. То есть много негатива может быть уже на следующей неделе. По американскому фондовому рынку не попадайте в ловушку избыточных оптимистичных ожиданий. Конфликт не разрешен, он только усиливается. Мы ждем давление и как минимум S&P в районе 2700 фунтов. Доллар канадец уже в начале брифинга отметили. Ждем пару на отметке 1.30. Сегодня рынок труда, друзья, по ожиданиям. Статистика вроде бы как должна выйти неплохая. И напоминаю, что локально статистику хорошую прежде всего начинают анализировать с точки зрения того, как она повлияет на решение Банка Канады по процентной ставке. Кто-то еще верит в то, что ставку будут повышать. Ну да, если мы сейчас посмотрим даже на фьючерсный контракт, который оценивает вероятность, то она составляет около 70%. Но от этой вероятности ничего не останется, как только на рынок придут дополнительные комментарии о том, что переговоры по нафто затягиваются. Поэтому нам нужно выжать только из этой пары снижение до отметки 1.30. Я бы даже считал, что можно уже фиксироваться на планке 1.30.50. После этого, скорее всего, друзья, даже с большой долей вероятности, мы снова развернемся с вами в расчете на очередное и повторное движение в районе 1.33. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся с вами, как и всегда, в понедельник в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через приложение Перископ. Поэтому хорошее вам закрытие этой недели, хорошей торговой сессии, как всегда контролируйте риски, хороших выходных, энтузиазм, настроение ни в коем случае растерять не нужно. Жду вас с, скажем, бодрым духом, с достаточными силами, верой. В прежние тенденции, которые мы с вами характеризуем уже на следующий понедельник. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.